Вопрос, почему сказано, что Шимон и Лэйви братья? Потому что они были братья, когда дело дошло до Дины. Там они заступали в честь Дина. А что значит Йосифа? Когда была продажа с Йосифом? Где были Шимон и Лэйви? Они же продавали Йосифа. Где же вы братья? Где же ваше братство? Придь Яков, то, что вы были в братстве, я вижу, что это не из-за братства, это из-за злости, из-за гнева. Из-за зависти. Из-за гнева. Не из-за зависти, из-за гнева, что у вас есть гнев, у вас есть касс. С Шимон и Лэйви у вас есть гнев. Поэтому, говорит, Яков проклял этот гнев. Проклял гнев. И говорит, я вас разбрасываю по всему еврейскому народу. И с Лэйви пришли к Каханим. Шимон, конечно, из Лавиим, естественно. Шимон отдельное колено. Так когда Лавиим, в конце концов, показали насчет Газолотого Тельца, когда зарезали, все, кто делали идло поклонство, что их не касса, это именно во имя Творца. Их не гнев. Они использовали имя Творца. Они получили благословление. Быть за Творца. Продвывать Тору. Так же, как и, когда Ягуда получил благословление, его рука будет на шее врагов. Еще Бен-Нун столько старается зайти в землю Израиля, и столько войн, и у него не получается зайти в землю Израиль. Войны, победы, потеря потери. Тяжело завоевать землю Израиль. Он просит Творца, пусть моя рука будет на шее врагов. Но это не его благословление, потому что он выходит из Ежо. А это благословление получает Ягуда, которая, в конце концов, ведет царю Давиду. Царь Давид имеет свою руку на шее врагов. Ему легко воевать с врагами. Так, точно так же здесь. Леви им получили благословление преподавать Тору. Да, зачем? Чтобы вы видели много благословления? Так, мы видим, Ягуда имеет благословление, что его глаза будут красные, как вино. Вино это Тора. Так же сказано насчет Ягуды, что он повяжет свой виноградник. К винограду он повязывает свой танки, а своего осла. Иро, не говорит слово Иро, осел, а говорит слово Иро, свой город. Свой город будет повязан к винограду, благословление, которое Ягуда получает. А кто виноград? Это еврейский народ. Еврейский народ, виноград будет всегда с Иро, с городом Ярусалим. Да, зачем это благословление, которое получает Ягуда? И получает Ягуда благословление винограда. Вина будет стирать свою одежду в винограде, да, имеется в виду, в белом винограде, в красном винограде будет стирать. Все связано с вином, оно все связано с Торой. Ягуда получает благословление, связанное с Торой. Так мы не понимаем, что говорят эти слова, суки. Имеется ввиду Тора Глаза с вином Кто глаза? Глаза это наши мудрецы Это наши глаза Потому что благодаря нашему мудреца мы можем видеть Мы видим правду Это Тора Это Санхедрин, можно понять Так получается, Санхедрин будет состоять Имеется ввиду Якоб Когда говорит благословление Санхедрин будет благословлять, составлять большинство из Ихуды А у нас вопрос, как же так? Мы знаем, что Леви, Ими и Сохар Имеет именно благословление Толковать Тору и делать законы А как же здесь мы говорим Ихуда дает благословление Якоб дает благословление Ихуда Будет большинство Санхедрина Санхедрин, законодатели Как же большинство Санхедрина из Ихуды Когда рели большинство Санхедрина Должно быть Леви, Ими и Сохар Они имеют благословление Также мы говорим, что Ишу Они имеют благословение, чтобы рука была на шее врагов Может оно ушло на Игуду А не на Ижо, который исходил на Йозефа Так и здесь Почему Игуда имеет благословение Большинство из Сан-Хедрина, еврейского суда Когда благословение на Тора Именно пошло на Лейви и на Исохара Потому что Игуда получил царство Но уже в эти времена Времена, когда был Сан-Хедрин Уже ушло царство От Игуды Так и из-за того, что ушло царство От Игуды Он получает, выводит царство через Тору Получается, Игуда составляет Большинство Сан-Хедрина Большинство мудрецов из Игуд Да, можно сказать по-другому, индивидуально Так и Леви и Мейсохар Могут принимать решение Но обсуждать в группе, коллективно обсуждать И прийти к решению, это Игуда Игуда необыкновенное благословение Благословение, что Игуда Зазовляет Большинство Сан-Хедрин Что это глаза Наши глаза Полны вина Красные с вином То он будет тереть свои глаза в вине Имеется в виду у него Глаза из этого напряжения Он постоянно учит Тору Игуда Стирает свою одежду в вине Прикрывает своего осла к виноградной лозе Имеется в виду, несмотря на то, что Игуда Всегда будет, как бы, иметь царство И царь сильный Но Игуда на осле Машех придет на осле Но мирное животное Мы думали бы, царь выигрывает, победа держит Правильно? Машех это будет тот, кто держит, делает войны И выигрывает победы Захватывает Израиль Собирает военный свой брейб Израиль И он придет на осле На животном мире Несмотря на то, что Хамрют На Хамрют Да Но с другой стороны, это животное мире Это не лошадь, это не танк Он простым животным приедет Несмотря на то, что Несмотря на то, что он сам в себе Он царь И почему Игуда царь мы с вами говорили? Потому что Лея Сказала Хайдо Она сказала благодарность Она первая, как вы учили Геморра, да? Что первая, кто сказала благодарность Это была Лея А как же так, что Абрихам, Ицех и Яков Никогда не говорили благодарность Творцу? Конечно, они говорили благодарность Творцу Но такую благодарность Что я это полностью не заслуживаю Это ко мне не шарик вообще Никак ко мне не должно идти Она не должна была получить четвертого сына Четыре жены Каждая по три сына Как же она получает четвертого сына? Она забрала, получается, другой жены Так за это она срала тайдо Благодарность То есть благодарность, получается Это вещь, которая вообще Я никак не заслуживаю Ко мне никак не идет Поэтому Игуда имеет все буквы имена Бога Юткей, Вовкей Плюс Далэ А Далэ это Дал, Дал Это значит Даль четыре Четвертая буква И это значит так же Дал Далэ это бедный, да? Далим Далим Как бы нищий Дал Далэ Имеется в виду Игуда, несмотря на то, что у него вся сила Из-за благодарности он имеет благословление Из-за того, что он ничего не ожидает Творец его делает сосудом Который получает Кли Он ничего не ожидает Он себя делает в сосуд Человек, который ожидает Он наполнен гава Он наполнен высокомерием Он ожидает Он забитый сосуд У него ничего не помещает Человек, который скромный Он себя делает сосудом И туда ты идет шефа Или благословление Так и за скромность Он получает благословление Так сразу, что ты Игуда Ты гулярье Ты лев Игуда Правильно сказано благословление? Ты лев И так же ты молодой лев Что значит ты лев и ты молодой лев? Потому что так же, как и лев Иногда Несмотря на то, что он полный силой Но не так полный энергии, как молодой лев Молодой лев готовите в атаку А взрослый лев, он сильный Но он более расслабленный, может быть Больше сторожит, чем атакует Львица она больше атакует А лев больше сторожит Так, мы говорим, что Игуда Имеет благословление и молодого льва И взрослого льва Он будет иметь благословление И энергии, и силы И мудрости И мудрости, дай Бог Мудрость Мудрость – это особое благословление Но здесь благословление силы и энергии Так же, как и молодой лев И взрослый лев И это благословление Которое говорит Которое дает Яков Ягуди Так мы сейчас На прошлый день на главе И мы хотим посмотреть Что когда приходит Творец к Мойши Рабейну Он говорит Я творец Говорит творец Мойши и сказал ему Яшем Я пришел к Абрахаму, Кицику, Якову Как Кел Шадай Шадай Шин Далет Юд Это значит Да, это значит достаточно Как мы говорим Дайейну на Пейсах Это то же самое слово Ши, что? Дай достаточно Мне все достаточно Творец дает И это имя, которое Творец открыл Нашим праотцам Достаточно Что все достаточно Все же творец дает Это достаточно Все, красота Уже все достаточно Он Кел Шадай И так я пришел к твоим праотцам Абрахаму, Иссыки, Яков Тебе я пришел Как Юд Кей Вов Кей Ты мне спросил Как тебя зовут? Что я скажу Люди меня спросят Как тебя зовут? Как я скажу твое имя? Я Был, есть и буду Да, Творец? Творец говорит Я обрел Яшем Юд Кей Вов Кей Творец открыл Мой Шрабейн Имя, которое Не открывал нашим праотцам И поэтому Мой Шрабейн Имел такое Необыкновенное пророчество В конце концов Творец говорил С Мойшей и Аароном Аарон не был На таком же уровне Пророчества Кей Мой Шрабейну Но из-за того, что Мы увидим Почему Мой Шрабейн Патриал Мой Шрабейн мог Говорить с творцом Постоянно На самом высоком уровне Но из-за того, что Он сказал Некоторые вещи Из-за которых Он потерял И стал Здесь Говорить на таком же уровне Как и Аарон То есть на нижнем уровне Почему? Потому что Он сказал Я плохо говорю Говори с другим С кем ты обычно говоришь Семь дней с Богом Спорил Он не хотел уйти Из-за того, что Он Как бы стеснялся Думал, что Аарон будет завидовать Из-за этого Он не хотел Думал, Аарон будет завидовать Вражда между братьями будет Лучше дай Аарону Как в Ресаре дай Аарону Но из-за этого Из-за того, что Мой Шрабейн потерял В этом моменте Уровень святости И Кахуна потерял Мужше Кахуна могла быть И с Мой Шрабейну Он мог быть Коином И так И Мой Шрабейн Так и да Мы увидим, что Он служил Коином После Но взял он лучше Но его дети Не стали Каханем Из-за этого момента Как сказано Если человек делает Что-то три раза Творец ему может простить Но четвертый раз Получает наказание И за так же За все три раза Которые произошли до этого Так получается Бой Шрабейн Три раза сказал Творцу Что нет Он не подходит Для того, чтобы с ним говорить Четвертый раз Когда он сказал Так и действительно Творец сейчас уже обращается И говорит Сказал Творец Арону и Мой Мойши и Арону Сейчас уже Творец говорит Зумя Но сначала В начале главы Творец говорит Только Змойши Так это имя Ютки и Вовки Творец говорит Ведь я тебя только открыл До тебя никому не открывал Меня знали Как тел Шадай Он говорит И они не имели Ко мне никакую претензию Абрахаму я пообещал Землю Исраиль А ему нужно было Хранить свою жену Сану Где он взял землю Он пошел покупать землю А я же у него обещал Творец говорит Я же обещал Ему дам всю землю Он должен был Пойти покупать И он не имел Ко мне никакую претензию Яцеку я пообещал Землю Исраиля Ему нужно было Копать колодца И мои плички Засыпали эти колодца Обратно Ему надо было Заново выкапывать Колодца воды Всего земля ему обещал Он не имел Ко мне претензию Якову я обещал Землю Исраиль С ним союз заключал Со всеми союз Верять заключал И Якову нужно было Позавить шатер Он должен был купить место Не имел на меня претензию А тебе я сказал Мое имя Ютки и Вовки И ты сейчас имеешь На меня претензию Что сердце Сердце египтяна Ожесточается И нам делает Тяжелее Нашу работу Когда я тебе сам Сказал В самом начале Что я сделаю Тяжелым сердце У египтян И они не будут Пускать евреев Он сказал Творец сказал Конечно же И творец сказал Мой шеребен Что евреи тяжелые Упрямые Делают тяжелые вещи И ты будешь И к ним лидером Ты готов быть И к ним лидером Те люди Людей Которые тяжелые Которые тебя будут В консерву Проклинать И будут Закидывать тебя Камнями Ты готов И к ним лидером И ты загвозился Быть к ним лидером Так ты имеешь Ко мне претензию Говорит творец Я тебя должен был Был бы наказать Говорит Но я Ашем Поэтому творец Начинает Сказал творец Мой шеребен А не Ашем Продолжая дальше Можно Пставить Творец Это тоже причина Потому что Он из Ра не зашел Да Но это Не приводится Это причина Приводятся Другие причины Почему Мой шеребен Я не зашел Но Раши Камбан Они не обсуждают Это Говорится дальше Я сделал Мой союз С ними Чтобы дать им Землю Израиля И я Слышал Их не плач Их не плач Их не цааку Я услышал Крик Наказ Бне Исраэл Гамани Шаматиас Наказ Бне Исраэл Я услышал Их не крик Почему Творец Вытаскивает Еврейский народ Из изгнания Потому что Он услышал Их не крик Что это за Что это за выражение Я услышал Их не крик Имеется ввиду Потому что Из-за союза Которые сделали С ними Их не праотцами Сейчас Я вытаскиваю Иврейский народ Из изгнания Их не крик Нужно Где ихняя молитва Я должен Слышать ихнюю молитву Что они просто кричат Тяжело Молитесь Прозили дворца А могли Разве они молиться Тогда Когда они Пребывали В таком Серьезном Порабощении Это я не говорю А Леви Которые Жили В земле Гошин Да Гошин А у них Когда В последнее время Даже отобрали Ту солому Которую Они должны были Сами собирать Сказано Что было Идлопоклонство В Египте Что евреи В Египте Делали Идлопоклонство Разницы же не было Да Поэтому Эти дела Идлопоклонства Эти дела Так Из-за того Что евреи Делали Идлопоклонство В Египте Творец Их не хочет Вытащить Он говорит Я их вытаскиваю Из-за кого Из-за их Братцов С которых Я с ними Сделал союз Как дворец Волса Говорит Вегам Как Я сделал Свой союз С ними Для того Идать землю Кнана И так же Я услышал Крик Их не крик Детей Почему На такой союз Почему Одно предложение Заходит Следующее предложение Я сделал Союз Про отцами И я услышал Их не крик Их не крик Это недостаточно Или потому что Их не крик Недостаточно Потому что Они кричали Не молились Нужна Их не молитва Но из того Что я крик Союз Про отцами Поэтому Я их завожу В Израиль Это хазака А может Только потому что Все евреи Имеют одно Нишам Да Ну Саин Творец Говорит Мой Шеребен Говорит Тебя Должен Был наказать Но из того Что я Ашем Я тебя не наказываю Ты мне просил Вещи Которые Не нужно было Просить Имею Претензии На меня Почему Я делаю Тяжелее Работу Забираю Солому У меня Имеешь претензию Что за претензии Смотри Твои працы Они вообще Не знали Мое имя Юткий Вовкий А они Они знали Меня как Шакай Что все Достаточно И все было Хорошо Им все Достаточно Неважно Что я делаю Они всем Зачем Счастливы Дал им Мой В землю Обещал Надо покупать Землю Надо покупать Место А ты Я тебе Все Объяснил Сказал Кто такие Евреи Свал Кто такие Египтяне Что я Сделать Египтяне Ты имеешь На претензию Но я Ашем Я Мылосердно Я тебя Накажу Так и Здесь Я слышу Их Не крик Надо Было Молиться Что ты Просто Кричишь Мне Попроси Меня Обратись Ко Мне Поговори Со мной Я Бог Твой Поговори Со мной Что ты Просто Кричишь Но я Из-за Твоих Не Про отцов Служим Сказал Союз Я Поэтому Помогу Я Вытащу Из-за Знания Так же Не Делай Идлопоклонству Так Как могу Я Спасти Но Из-за Союза С Прадоцами Я Спашу Так Сказано Вы Вытащу Из-за Из-за Съед Из-за 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 Съед Я Вас Вытащу Из-за Из-за Первая Мака Первая Мака Которая происходило в Египте, это слово «векацейс», я их вытащу, потому что как только уже произвела первая мака, они уже бейсикли, по мнению есть Борис Ницив, который говорит, что это было с дикими животными. Тогда Творец нас вытащил из рабства. А другие большинство говорят, Гбенбехайя, Сфорна, Орехайям говорят, что векацейси это первая мака. Кровь. Да, с кровью уже Творец нас вытащил. Вторая мака в Векецалте. Следующее предложение в Векецалте. Я их спасу. Это уже вторая стадия. Что значит, я их спасу? Имеется в виду, я их полностью вытащу из рабства в Египте. Полностью. И третье, Вегаалте. И сделаю себя народом. Да, и Вегаалте в Алакахте. Я их Вегаалте, я сделаю гиулу. Я их вытащу полностью. Это будет мака фараона первым Гиула, как вы скажете? А счастливость такая. Да, да, можно так сказать, да. Свобода. Полная свобода. Вторая мы говорим, это они уже вышли из всех обязанностей в Египте. Но они все равно, и вторая все равно, но они все равно не могут выйти из страны. Вегацесси. 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 Вегацесси это значит Хацала. Надеюсь, Хацала. Хацола едет. Хацола. Хацала. Спасение. Спасение. Я их вытащил. А сейчас они больше уже не в рабстве. Но они еще не могут выйти из страны. Вегацесси. И сейчас они полностью выходят на свободу. Это уже мака с фараоном. Первенцев. Волокахти. Это уже сторель. Когда они берут Тору, сейчас они становятся Духовные рабы. Становятся без того, чтобы быть рабами фараона, они становятся рабами Творцу. Духовные. Духовные рабы. Very good. Так, четыре бокала, которые мы пьем на Песах, они представляют. Можно, пожалуйста, нажать на красный топ? Четыре бокала на Песах они представляют. Если на вашем на чужом другом телефоне. Если на окей можно нажать. Они представляют собой эти четыре стадии. Четыре стадии вы хитсалти. Можно, пожалуйста? О, спасибо. Волокахти. Вегеалти. Первый бокал, который мы пьем на Песах, представляет собой векацейси. Я их вытащил из изгнания. Это первый бокал. Второй бокал Кацала. Спасение. Третий бокал Геула. И четвертый бокал творец нас берет в себе своим народом. И также можно сказать, что человек, который выходит из опасности и говорит благословление, когда он проходит через море, проплывает, говорит благословление, когда проходит через пустыню, через пустыню, когда проходит из больницы, из тюрьмы выходит, так мы были в Египте мы прошли через все. Мы были тюрьма рабства. Мы прошли через море, когда море открылось. Мы прошли через пустыню, где творец нас питал мадом, делал чудеса наши, одежда нас оставалась и не оснастилась. И мы были больны. И мы были больны, сколько прошли, сколько макос, сколько в рабстве, сколько мы прошли. Вот 8-6. Четыре бокала, поэтому, и это четыре фразы, которые творец говорит в этих предложениях. Говорит Мой Шрабейну Ихэскел Ихэскел говорит каждый человек, то есть здесь можно сказать, он говорит как бы то, что сказал творец. Но можно понять это, что говорит Мой Шрабейну, когда выводит евреев из Египта. Говорит каждый человек, выброси идолы. Идолы выброси. Мы в Египте. А Мой Шрабейн нам говорит выброси идолы в свои глаз и не загрязняй себя идолами Египта. Еще раз можно нажать. Говорит Мой Шрабейну, но они бунтовали против меня и они не служили с меня и они не выбросили идолы Египта. не выбросили идолы Египта. Все были иглами, да? То есть получается можно сказать конечно Леви нет. Почему? Говорили, что только один был его звали Миха. Миха, да. Только он был имел иглы, проходил. Простой вопрос. так же как евреи затягивали обрезание. Так тяжело работали. Обрезание. Я вас слушаю. В Египте разве евреи делали обрезание? В Египте бриз коров хочет сказать что они так и делали и обрезание закончилось. Леви им продолжали делать. Большинство колен можно сказать по-другому. И в бриз коров хочет сказать они тоже делали обрезание но потом они затягивали кожу обратно. Чтобы чтобы и все равно они зашли прям сюда. Я вас слушаю. Да значит когда евреи работали они когда уже определенное время прожили и когда Юсеф умер они стали выходить и стали стараться смешиваться то же самое что и было в Германии ассимилироваться потому что не было звезд. спрашивали почему а где же Леви им почему они выходят в работу ответ был один как Юсеф говорил они учат Туру и он от их отставал от Леви им священники потому что у них было понятие священники но люди которые бросаются которые старались смешаться они были порабищены меня всегда удивляет один вопрос в том что когда Мошер Абену когда с Богом когда Ашем обращался к нему и говорил мне сказали что они имели они имели идолов они имели идолов они не слушаются и вот это была огромная огромная можно сказать претензия но тем не менее для меня не странно а для меня просто всегда меня всегда каждый год этот вопрос меня сосредоточит они же практически были до такой степени закабалены что у них даже не было времени и конечно в таком состоянии когда человек образование уходит от него он естественно начинает во все это по простому так слышится и это Раш имеет проблемы во всякие причуды верить по простому так слышится как вы говорите что человеку тяжело у него было такое рабство что он не мог думать о святости это по простому но когда человеку плохо так вместо того чтобы просто стонать уже скажи Творцу то что вы говорите это хорошо если можно еще раз и поэтому Раши им говорит то же самое что вы то есть когда мы сейчас говорим что евреи делал идлопоклонство он имеет проблему что это не связано с Псуким то есть Медреш как нам объясняет не связано с Псуким Медреш Танхума так и действительно связано с Псуким но из Медреш Раба это все хорошо идет очень гладко из Медреш Раба как мы сейчас говорим очень гладко в то время когда они были закабалины в работе они субботу держали нет вот в чем вопрос ведь суббота нам дает возможность когда мы начинаем осмысливать всю свою жизнь когда мы обращаемся к Всевышнему правильно да самое большее то время когда мы обращаемся к Всевышнему это это шаббат я вам скажу что шаббат и поэтому храм был второй храм построен позже слушайте второй храм почему Ахашвейреш считал они же делали счет они сделали пир прошло 70 лет 70 лет прошло было в Родчеце 7 лет пройдет будет построен второй храм они почитают 70 лет храм не был построен почему они сделали ошибку в чем была ошибка потому что сколько лет сколько было Шмидта Шмидта 7 лет 7 лет получается каждый седьмой год если мы не соблюдали Шмидта мы наказаны и Шмидта коррелает к субботе так же как каждый седьмой год каждый седьмой день будет одинаковый счет каждый седьмой день получается весь год за 7 лет набирается Так то же самое У нас набралось еще 10 лет Дополнительных То есть был храм не построен не через 70 лет А через немножко больше чем 80 лет Потому что 10 лет дополнительных И за шабата Что мы не были аккуратны В шабате А за эти 10 лет Еще набрался еще больше чем год Правда? За 10 лет, что мы не соблюдали Это штрафной год Не соблюдали шабат Был еще получается больше чем 1 год Получается больше 10 плюс еще 1 год Немножко еще, получается больше чем 11 лет Плюс 70 Тогда уже был построен храм То есть поэтому был неправильный счет у них То есть вредство нас наказал Недавно построить заново храм Пока что не придет еще штрафные годы Не просто 70 А еще штрафные За то, что не соблюдали субботу Опять же не говорится, что все евреи Некоторые не соблюдали субботу Но мы ответственны друг за друга Кто-то не соблюдает заботу И не протестуешь Так ответственны за него Поэтому весь еврейский народ был наказан Все равно из-за творительного еврея А какого он будет отставать? Если человек вообще даже близко не хочет на это обращать внимание Значит, в общем, мы еще ждали 81 лет 81 год Немножко больше 81 год Поэтому он ошибся И Булшатсар ошибся кто-нибудь И Ахашвейр ошибся, сделал пир Булшатсар умер сразу на месте Правильно, он взял сосуды из храма Сразу творец его забрал Почему же Ахашвейр не умер сразу же? Потому что и жена его умерла Ишна Кигуфа Жена как тело Так достаточно было для того, чтобы умерла жена Дочка Булшатсара Это было искупление Ахашвейр ошибся, что он использовал сосуды В каком-то плане И к нас, для еврейского народа Штраф за субботу Что творец нам задержал средство храма Так, в взятом случае Вы игнорировали пророчество Мойшеробейну Здесь Когда Мойшеробейну предпросит идолы Вы верили в Мойшеробейну Вы игнорировали Вы не хотели себя Быть второстепенным творцу И поэтому творец задерживает здесь наше рабство Поэтому мы здесь находимся в рабстве Но из-за наших братцов Творец нас вытаскивает Следующие слова Мойшеробейну Видим в Торе Еврейский взрослый меня не слышит Так как же фарон меня будет слышать? И у меня закрытые губы Так, сейчас, сразу после этого Триннадцатого предложения Мы говорим творец Говорит с Мойшей и Аароном Пользовался, как Мойшеробейну говорит У меня закрытые губы Если меня евреи не слушают Как мне фарон будет слышать? То есть мы видим, что евреи не слышат В чем они не слышат Мойшеробейну? В чем его претензия была? Что они меня не слышат Когда я говорю Выкидывайте идолопоклонство Они не идут за Творцом Как же фараон пойдет за Творцом И опустит евреев? Сказано Все вещи, которые человек делает Если это слова Тора Он получает из них награду Уже сказано в Мишлей 14-й параграф, 23-е предложение сказано Во всей работе будет награда Будет Мойшер, будет дополнение Будет больше Но от слова Губ Это будет меньше То есть во всей работе Человек работает, у него будет больше Он за свою работу получит награду Слова Губ Только если он словами говорит Получит меньше Почему? Надо понять, что имеется в виду Вся работа это имеется в виду Тора Значит, это действие приводит человека Мы бы так думали бы Что так по-простому Мы бы так думали, что это то, что сказано Рило, это не то, что сказано Спасибо большое Имеется в виду Говорит, нам объясняют мудрецы Вся работа имеется в виду Вся работа в Торе Чем больше человек работает в Торе Тем больше у него будет награды А все остальное, что не связано с Тори Это называется слова Губ Демагогия Демагогия Называется просто пустые вещи Так же, как и слова Губ Лип сервис Лип сервис Просто слова Это ничего Это вещи, которые не на бумаге Не зафиксированные Это имеется в виду Неважно, он работает губами Или работает телом Или потеет Это все называется Мишли, это говорит Это лип сервис Это пустые слова Философская спекуляция Получается, человек работает Тащит камни Это называется Здесь он не может сказать Что чем больше Тем больше я работаю Тем больше у меня будут награды Он не может сказать То есть нет гарантии Чем больше он работает Чем больше камней он тащит Тем больше он заработает Нету Нету Тем больше у него будет Парикмахерских, например Тем больше он заработает Нет такого Но есть Тем больше он работает в Торе Тем больше у него будет Вечности В мире, который навсегда вечный Здесь это то, что говорит Мишли И мы видим так доказательства Из Мой Шеробейну Здесь, из этого посока Чем больше Мой Шеробейну сказал Тем хуже у него было С насчет пророчества Он разговаривает У меня тяжелые губы Как они мне послушаются Если фараон Когда евреи мне не слушают Тем больше он говорит Тем больше он себя забирает Он был заикой Не важно Творец знает, с кем он разговаривает Творец считает, что ты подходишь Но когда он с ним разговаривал Он не заикой Мой Шеробейн Творец говорил через Мой Шеробейну Когда Мой Шеробейн говорил Порочества Это были слова Творца Которые выходили из голоса Мой Шеробейну Мой Шеробейн не говорил Это говорил Творец через Мой Шеробейну Я хочу волноваться Что он мне плохо говорит Творец будет тебя говорить Творец через тебя говорит Ты самый большой пророк Ты боишься Не в этом Мой Шеробейн боялся Он боялся обидеть своего брата Старший брат получается Он обижает что и он сейчас будет меньше больше должности, чем брат так сказано насчет Ароны если бы мой Шеребейн знал если бы Арон знал что это будет записано в Торе что мой Шеребейн волнуется, как Арон отреагирует Арон бы его встречал бы с оркестром то же самое если бы Боас знал бы, что написано что Боас, когда приютил Рус Рус пришел, он ее накормил сказал, написано, что два зерна он ей дал если бы он знал, что будет написано в Торе в Сувим он бы дал бы все он бы сделал для нее пир мы знаем, что то, что мы делаем маленькие вещи Боас, ей дал два зерна, это в Торе что мы делаем маленькие вещи Арон не имел плохие чувства к Моиши, это в Торе Арон не имел он не имел он не имел чувство, что его обидели от него что-то забрали так если мы так чувствуем сколько раз в день это происходит что кто-то, может быть, нас обидел и мы чувствуем, нет, это все от Творца я это не должен получить Творец ему хотел, чтобы он это получил если мы это чувствуем Творец пишет про нас, Тору каждый из нас имеет свитер Тори который пишется в небесах про нас если мы знаем, что то, что мы делаем это в Торе так как же мы будем реагировать на жизнь это Тора для каждого из нас пишется для каждого свитер что наше имя тоже там? наше имя в Торе, который пишется про нас наше имя там во всяком случае Иосиф сказал дополнительные слова Творец ему должен был дать 10 лет за то, что он говорил плохо про своих братьев за каждого из братьев по году 10 лет а Творец ему дал 12 лет потому что когда он говорил человек, который был Сарамашков за ромашки который который за чашками за бокалами он наливал вино фараону да он попросил его не забудь меня два раза вспомни меня не забудь меня а какой это был день был Рожешана но Рожешана на Творец вспоминает а ты обращаешься к человеку так одно дело некоторые говорят не потому что это было два слова а потому что это было лишнее слово один раз можно сказать один раз потому что можно делать Хиштадлут нужно делать свой аффект попроси человека вспомни меня но сказать ему второй раз на Рожешану вспомни меня где же человек на уровне Иосифа Иосифа царик сказать другому на Рожешана когда Творец вспоминает ты говоришь другому вспомни меня два раза больше чем Хиштадлут так ему за первый раз тоже наказывается и получает два года тюрьмы дополнительных. Получаются лишние слова. Сказано, работа слов он не выигрывает. Так что здесь работа слов? Здесь приводятся примеры слов. Но объясняют мудрецы, это не только слова. Все наши действия, которые не связаны с торрой и смыслом, это называется лыб-сорвис, это работа слов. Месикл и Йосеф, только за Йосефом мы оттуда вышли. Да, это все насчет патифары и это. Но Йосеф отсидел в тюрьме 10 лет, плюс еще 12. Это 12 умножить на 10 шватин, это выходит 220 лет. 220 лет, потому что машина не шел, он не знал, что за каждого брата один год спускается. И это 210 лет. Потому что он не знал, что это сейчас надо вытащить евреев. И да, что Йосеф отсидел 12 лет умножить на 10, это 220. Минус 10, а каждый шватин это каждый год, это выходит 220, 210 лет. бомба. Сказано здесь насчет фараона мой шарабейн говорит, не говори с ним неуважительно, говори с фараоном уважительно. Почему нужно говорить с фараоном уважительно? Он сказал им насчет детей Израиля, то есть он им сказал, сказал мой шареону насчет детей Израиля. Имеется в виду, что они не слушаются, что они ссорятся, что они делают тяжелые вещи, трабл, а то, что мой шареон сказал мой шареон насчет детей Израиля. Что знает, что когда посох написано, Творец сказал им насчет детей Израиля и насчет фараона, чтобы взять еврея и с евгел隨身. Что он сказал насчет детей Израиля, что он сказал насчет фараона? И почему они в одном предложении? Как можно вообще сказать насчет Исраиля и фараона в одном фразе? Евреи и фараон. Тум истум. Нечистота и canceled. И если сказать вместе с времени, потому что и через евреев было воспаление Творца, и через фарона было воспаление Творца. Через туман. Так сказано, Гехенен просит, дай мне только грешников. И Ганейден просит, дай мне только праведников. Мужный Творец знает сердце человека. Творец знает, кто здесь по-настоящему полностью праведник и кто по-настоящему грешник. Человек иногда делает вещи, но у него не таково-на. Неправильное у него намерение. Он хочет что-то сделать, а Рилли, он что-то хочет неправильно сделать. Или же он грешит, но он не знает, или он хочет что-нибудь... Творец знает кого-на человека. И поэтому Гехенен говорит, дай мне только грешников. То есть мы спишем все их немецводы в этом мире. Они получили здесь радость, награду в этом мире. Я хочу только грешников, Гехенен. Рилли, царь Давид, так говорит насчет близнецов, насчет того, что они просят вместе. Это имеется ввиду и Гехенен, и Ганейден просят. Кто-то просят полностью праведников, кто-то просят полностью грешников. Поэтому здесь разные и евреи, и ворон в одном предложении. Потому что и в Гехенене восхваляется имя Творца, и за слез грешников. Это все, это, конечно, там не плачет, там нет физического понятия. Но из-за мучения этих душ, имеется ввиду как слезы, тем самым они принимают, что Творец прав. Они говорят, ты прав, тем же наказал. Тем самым они снижают теплоту, огонь Гехенена. Тем самым они восхваляют имя Творца, тем же не говорят, ты прав. То же самое праведники воспевают Творцу. И это делает Кида Шашем. Так поэтому здесь и фараон, и Израиль в одной фразе. Так что говори насчет детей Израиля, как мы сказали, что Творец говорит Мой Шарону, с кем-то вы будете иметь дело. И говорить насчет фараона, с другой стороны. И знаешь, что с фараоном нужно обращаться уважительно. Почему нужно с фараоном обращаться уважительно? Потому что он тоже не восхваляет. Ага, потому что он будет тоже восхвалять Творца. Это один подход. Потому что, или, все цари, это все инструменты просто в руке Творца. Потому что он знает 70 языков. А, никому не, вот 70 языков такое дело. Это все инструменты в руке Творца. Но он сделал чува, нет? Сделал, в конце концов, чува. Так получается, если они инструменты в руке Творца, если он их уважает, он дает уважение Творцу. Если ты уважаешь инструмент Творца, да, он к тебе плохо относится, это грешник грешников, но это инструмент Творца, ты его уважаешь, дает уважение Творцу. Один простой подход. Другой подход. Не давай Фарона дополнительный царь. У Фарона будет царь. Творец ему даст наказание. Творец, в конце концов, как сильно наказал Фарона. Как мы видим, что Мойша и Аарон не дали, говорили с ним уважительно. Уже они сказали, придут ваши службы, вельможи, ваши слуги придут, просить, чтобы мы вытащили, чтобы мы прекратили макос. Хартуми. Да, а надо было сказать, чтобы Фарон сам, Мойша должен был сказать, слугам Фарона, и придете вы с Фараоном просить нас. Правильно? Он должен сказать, прибежит Фараон ко мне, как действительно Фараон прибежал ночью. Просить, Мойша, рабей, на останови. А Мойша сказал Мойшебейну? Сказал Фараону. И придут ваши вельможи, убожительно к Фараону. Он не сказал, что вы прибежите ко мне ночью. То есть он ему не сделал неприятно. Почему он ему не сделал неприятно? Потому что Творец, в конце концов, даст наказание, как положено. Не больше, не меньше. Вот за то, что Фараон сделал, он получит свое наказание точно, сколько он должен получить. Я, говорит Мойшебейну, я ему не дам дополнительное наказание. Это не моя возможность. Творец экзект. Творец точ, четкий, сколько наказания он получит. Я ему не добавлю наказания. И поэтому, как уважительно он говорит с Фароном. И придут ваши вельможи ко мне просить. Не говори, что Фарон сам придет. во всяком случае, как мы сказали, что те, которые проходят через долину плача, трансформируют ее в благословление. Что значит долина плача, как мы говорим, это Гехеннам. Это Псальма, 84-й Псальм, седьмое предложение. Проходят через долину плача, через Гехеннам они приходят. И они там плачут. Гехеннам, это под ангелов. Под ангелов, Михаил, да. Они трансформируют ее в благословление. Имеется в виду, там огонь прекращает быть, намного меньше становится огонь. Почему это благословление? Потому что благословляют Творца. Из-за своих слез. Когда в конце концов они плачут за то, что они согрешили, тем самым они воспаляют Творца. Как говорит Раби Йехеннам, ты хорошо дал нам приговор, говорят они в Гехеннам. Ты хорошо судил чистых, ты хорошо сказал, что они нечистые, ты хорошо судил не бинных, ты хорошо судил бинных. Сказано насчет Алозера, предложение говорится дальше, 25-е предложение, 6-й пырик. Говорит насчет Алозера, Синарона, взглянул за тебя дочек Путиела. Кто такой Путиел? Путиел на Триле Исру. Итро. Итро. Потому что он кормил ягня для Итлопоклонцев, поэтому называется Путиел. Потому что это Питейм. Питейм. Питейм это раскармливал для идлопоклонства. Так он себе взял дочерей Путиела. Это другое понятие Питпейт. Это Йосиф, который Питпейт, который воевал с грехом, чтобы не согрешить. Питейм. Питейм